Приветствую всех на своем канале. Сегодня поговорим об основных правилах дизайна и планировки ванной комнаты. При проектировании необходимо сделать в первую очередь акцент на эргономику и функциональность помещения. Нужно по максимуму использовать каждый квадратный сантиметр площади. При этом нельзя перегружать пространство излишними элементами. Лучшим решением будет прямоугольная комната. При выборе плитки придерживайтесь светлых, спокойных, нейтральных тонов. Тренд последних лет крупноформатная плитка под натуральный камень. Чем больший размер, тем лучше. Ванная комната должна создавать иллюзию монолитности, как бы вырезанной из одного большого куска гранита. Пестрая глазурированная плитка с мелким или крупным орнаментом уже архаика. Все углы должны быть прямыми. Острые и тупые углы необходимо исправлять любыми доступными способами. Важный момент планировки. Не должно быть в комнате темных, труднодоступных мест. Раковина с тумбой, унитаз, беды или другая мебель должны быть подвесными. Во-первых, так намного практичней, удобней проводить уборку. Грязь не забивается подножками. Но самое главное преимущество, как бы висящих в воздухе, сантех приборов, что такой способ визуально разгружает пол, увеличивает пространство. От водяного полотенства сушителя желательно отказаться. К нему надо подводить отдельно трубы и прятать в штробы, что не очень правильно, практично, а главное ненадежно. К тому же стоит учитывать, что чем сложнее конструкция, тем больше сварных соединений, очень чувствительных к воде, которая течет в нашем водопроводе. Одному Богу известно, какие примеси разбавлены в воде. Многие из них чрезвычайно агрессивны к металлам. Самым оптимальным выбором будет электрический полотенцесушитель. Его можно установить в любом месте квартиры, на любой высоте, не согласовываясь с управляющей компанией. В любое время года и самое главное, он никогда не потечет и не покроется ржавчиной. Выбор форм и конструктивы полотенцесушителей практически безграничен в наше время. Шампуни, баночки с кремами, порошки, щетки, различные тюбики со средствами для ухода и тому подобное, лучше не оставлять на видном месте и убирать в шкаф. Его тоже необходимо учесть в проекте. Незаменимая вещь в наше время. Если вы решите заменить ванну на душевую кабину, то оптимальным решением будет самодельный поддон из плитки и шторки из закаленного стекла. Такие кабины занимают существенно меньше места, чем фабричные. Да и выглядят намного гармоничней, не давят своими размерами. Ревизионные люки лучше монтировать скрытые. Аварийный доступ закрывается плиткой, швы заполняются цветным герметиком. Плитка, имитирующая натуральные материалы, дерево, марамор, гранит, камень, основной облицовочный материал, применяемый в современных ваннах, комнатах и туалетах. Если хотите, чтобы ваш санузел выглядел созвучно новым веянием и трендом, используйте плитку под дерево и серый бетон. Идеальное сочетание в дизайне на сегодня. Остается потолок. Матовый натяжной потолок то, что надо. Он не боится воды и влаги. Идеально впишется в современный интерьер. На этом все. Всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok